Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи и приверженцы стиля Blight & Socks Art Technologies. Мы вас приветствуем в Центре современного искусства AORUM в Одессе. Началась весна, и мы с вами начали путь к весенним картинам. Помните, в марте, что мы рисуем? Мы рисуем все, чтобы понравиться нашей великой мадмуазель французской Coco Chanel. И мы ее взяли для того, чтобы эта женщина своим качеством жизни нам немножечко подсказывала, как нам надо себя вести. А нам надо себя вести осознанно, в любви к себе, качественным образом. И, конечно же, не обращать внимания на мелочи и не замечать плохого, что предоставляет нам жизнь. Иногда бывает. Но мы должны мимо этого плохого проходить только для того, чтобы после себя, после своей жизни оставить что-то качественное, хорошее и красивое. Это сделала великая мадмуазель Coco Chanel. Вот такую книжечку было бы неплохо, чтобы вы все купили. Это документалка про женщину, которая каждым своим днем заявляла о том, что она не просто так случайно родилась на этот свет. И вот один раз она меня уже уволила очень сильно на проект Coco Recon. Вот осталось парочку работ с этого проекта. Вот одна из них, какой-то там 13-й или 12-й год. А вот есть, остался такой вот испорченный календарь, который дизайнер взял, выпендрился и взял здесь, забрызгал вот таким. Но ничего, я вам все равно покажу, какую я видела Coco в своем исполнении. Вот, Алевтина позировала с натуры, правда она была блондинка, а тут она у меня брюнетка, так я знаю Coco как брюнетку, да, или шатенку. Нить жемчуга, сигарета, уверенный профиль, да, лица, осознанный позвоночник, туфельки сбросила, приказывает, приказывает. Так, а вот здесь есть работа одна, она принадлежит очень хорошему, высокопоставленному коллекционеру. Вот, эта работа называется «Я царствую по-своему». И вот сегодня у нас тоже, почему я вам показываю эти работы? Потому что у нас тоже сегодня цитата из этого, дай мне, Леночка, фотографию, из этой фотографии, ее документальной фотографии, когда она оделась в бальное платье белое, а все остальные аксессуары были черными. И вот, посмотрите, какая работа, я так это прямо решила описать всю жизнь Coco, когда она была маленькая, она жила в приюте детском и не знала вообще ни радости, любви родительской, ничего, ни еды вкусной, а только одевалась черно-белый вариант и все, и ждала, что к ней кто-то приедет родной и обнимет ее. И вот, такая документальная фотография, как они с сестрой ушли в никуда, с этих подиумов, когда они пели певичками, они взяли, поднялись и ушли в сторону возможного, хорошего своего будущего. Вот такая фотография есть. И вот дошла она до того, что она руководит прямо всем миром. Все женщины у ее ног, все мужчины хотят ее взять замуж, а она царствует по-своему. И все это, конечно, я держалась за натюрморт, потому что там у меня, ну, сила в натюрмортах, да? Пошли дальше. Вот, работа тоже сделана с натуры, с алевтином, маленькое черное платье. Написано только кистью, не написано носком, лезвием, не написано. Там сделана даже, как бы, набросок, это не картина, это набросок, да? Какая-то писанинка-то в стиле современного искусства. Но я ее, как бы, пыталась понять через кисть. Да, вот так она сидит тоже с сигаретой, пучок волос сзади, затянутый прямой пробор, черное платье, и она сидит внутри себя, все понимает. И здесь есть и писанинка, она держится очень прямо, как будет держаться всю жизнь. Возможно, потому, что надев платье более свободное, чем наряды ее современец, уже успела понять, что развидая мускулатура с успехом заменяет корсет. Коко наше. Так, пойдем-ка дальше, чтобы я хотела вам показать. Ну, вот эта работа еще есть у меня, она сохранилась, когда коко, непозволительная эксцентричность, когда она на каких-то самокатах каталась, когда она прыгала в танцы на взморье. И среди клиенток Шанель не найдется ни жертв поддельного шика, ни тех, кто отдал бы себя на растерзание портным и модисткам с больной фантазией. То есть она была не модистка, не моды придумывала, она вырабатывала стиль. Прежде всего, проверяя его на себе. И, конечно, она обожала море, и все ее бутики всегда были в магазинах, которые располагались возле моря или океана. Вот эта работа, которая дорогостоящая фривольность, вот она одна осталась, нет, две работки остались, ну вот она. Видите, как она в печати желтая и как она живьем. Вот фотография Коко сделана, как будто она висит на заднем фоне этого натюрморта. И вот здесь такая есть маленькая фотография, когда они любили переодеваться. Вот Бальсан, граф Этьен де Бальсан взял, переоделся с женщиной, да, а она взяла, переоделась с мужчиной. Мужчиной, поэтому дорогостоящая фривольность. Читаем. Так, играя Габриэль сделала открытие, которое станет основополагающим ее искусство. Элементы мужского костюма можно приспособить для женщин. Вот везде в этих работах есть некоторая такая основа того, что нам делала Коко Шанель, посылом нам давала. Вот что она любила, тайная суть происходящего. Она считала, что все самое лучшее с женщиной происходит в будуаре или в ванной комнате. И вот она считала, что зайдет человек в ванную комнату в одном образе, в одном состоянии духа, выйдет из ванной комнаты абсолютно другим человеком и одетым по-другому, и по-другому думающим. Поэтому здесь тоже немножко, чуть-чуть идет, наряду с вот этим вот ванным красивым 19 века умывальником, идет немножко ее фотографий и немножко плакатиков там, где она еще вот это пела песенку Коко Рико. И сейчас мы прочитаем, что мода живет не только в платьях, она витает в воздухе, ее приносит ветер. Мы предчувствуем ее, дышим ею. Она неотделима от идей, нравов, событий. То есть, ну, мы все равно это все предчувствуем, во что можно одеться, во что нет. Так, статус свободного движения. Она женщину одела так, вот тоже цитата из ее фотографии, одела так, что эта женщина могла на велосипедах кататься. На новых возможностях машинного, да, производства. Женщины осваивали самолетные, вот, ну, конечно, держусь за натюрморт, который из железяк состоит, да, который женщина могла уже, как бы, дружить с этими. Ну, тоже, вот, архитектура с вводом двух фотографий, Коко Шанель и парочки влюбленной. Так, вот такой вот у меня. Ну, я, знаете, на какой странице открою? Я всегда держусь вот за эту работу там, где она сидит с жемчугом. Сейчас. Вот она. Вот пусть она как будто бы здесь присутствует. И я в своем понятии художницы вот так ее осознаю. Не красивую, но стильную, приятную и изнутри все понимающую. Поэтому мы сегодня с вами легко и просто возьмем на маленьком холстике 50 на 40, сделаем ее бодуар. Вот именно то, что я вам пообещала в том бодуаре, да. Великая мадемуазелька Коко Шанель сама была иконой стилей Серебряного века. Она поменяла образ женщины, одевая их в роскошную и удобную одежду. Белые цветы и жемчуг были ее любимыми аксессуарами, вот они, да. А интерьеры ее загородных домов менялись в непредсказуемом творческом вдохновении своей хозяйки. Поэтому мы сегодня с вами исполним монохромный натюрморт, в котором будет сзади фотография Коко Шанель, изысканная, да, вот в этой одежде, там где она царствует, в бальном платье. И это все будет поддержано букетом белых цветов и ниткой жемчуга, и стопкой любимых книг. Возможно, вот здесь какие-то аксессуарчики такие, то есть ее будуарчик, там где она чуть-чуть побыла, а потом убежала на другую территорию. У нее очень много было территорий таких собственных. И особенно, конечно, территория ее духов, которая непревзойденная по количеству денег. Самые дорогие духи, самое большое количество денег прошло через Шанель номер 5. Понимаете, да, качество человека? А ведь только понюхала и сказала номер 5. Так, ну что, вот это мне коробочка тоже нравится. Такая она какая-то могла бы быть с черепком у нее на столе, или с благогониями, какие-то книжечки. Сейчас посмотрим. Ну, давайте начнем.